Всем привет! Я сегодня приехала к Оле. Здравствуйте! Девушки и мальчики, кто вышивает. Да, у нас мальчиков уже много присоединяется. В общем, я сегодня буду морочить Оле голову. Мне нужно подобрать основы к своим новым сюжетам. Но поскольку я вообще не разбираюсь в равномерках, Оля меня учит. Она мне наглядно все показывает. Я думаю, вам тоже будет интересно. Так что, Оля, будешь нам сегодня все рассказывать. Да, и вот я тебе дарю каталог сразу, чтобы ты научилась разбираться. Это каталог Цвайгарт. Ну, он без примеров. Я имею в виду без живой карты. Но здесь, во всяком случае, каунты, цвета. Ничего себе! Вот эту информацию получить! Я уже с днем рождения получаю подарки, девчонки. Я обязательно полистаю вам каталог. Я еще заказала живую карту. Да, и как раз мы с вами будем сравнивать, насколько отличаются фотографии на видео вживую. То есть, мы с вами будем сравнивать. И вам проще будет подобрать и ориентироваться. То есть, я, например, вас по номерам уже могу сориентировать на какой сюжет, какой нужен номер. И уже тебе меньше будут зрители голову морочить. Они уже точно будут знать, какой номер заказывать. Ну, в общем-то, да. Спасибо большое! С наступающим! Спасибо! Я ведь еще не начала вот этот процесс. Участвую в СП Хэллоуин. Вот. И мне нужно какую-нибудь страшную основу. Страшную, в смысле красиво-страшно. Вот, смотри. Вот. В принципе, даже вот эти вот домики, если, например, они вот из этого угла пойдут, да? Да. А тут вот еще чем хорошо, что двусторонняя она. А здесь, смотри, как будто уже ведьма на метле летит. Да, правда. Да? Смотри, прям точно. А мне, собственно, и вышивать не надо, понимаешь? Она и так на метле летит уже. Вот. Очень похоже. Вот. Но смотри. Это вот на черном или какие-то? Это черный. Мне нужно два мотка DMC черных. А, ну, давай. Это я чуть-чуть добавлю, у меня дома есть. А вот черных я два моточка возьму. А вот. И у меня здесь еще есть схемки. Сейчас покажу. А вот помнишь, я, Оль, в прошлый раз у тебя покупала мурана. Вот эту 32-ю. Ох, она обалденная. Вот это мне нравится, только мне каунт мелкий. Мурана? Это Лен Белфаст, тоже 32-й. А, точно, это Белфаст. Точно, точно. По плетению ниточек, видишь? Да, да, да. А я очки не одела, кстати. Вот черный, видишь, он будет яркий, он перебьет даже вот эти вот цвета. Они у меня с бобиной, поэтому вот в таком виде. Вот тут два мотка как раз. Угу. А у меня еще вот есть вот такой сюжет. Вот такой. Кстати, может быть, вот этот вот. Так. В принципе, да, можно. Да. И вот у меня есть такая тыковка. Ух ты, тыква. Прикольная. Вот эту вот тыковку, вот, может быть, на голубом. Кстати, надо сейчас размер мне высчитать. Я вообще хотела, смотри, вот так тыкву с кошкой, а рядом вот эти вот, вот так, на одном. Если ширины, если мне хватит. А, ну тут надо высчитать. Ширины надо высчитать, да. Вот, в принципе, прикольно. И на этой вот прикольно. Ну вот, только мне мелковато. Вот. Или вот на голубой классно, кошка на голубом. Или вот, ну, летучие мыши на черном, конечно, красиво. Да, вот этот черный, конечно, ты говоришь, что ты не можешь высчитывать. Да, он очень красивый, но я не смогу ушла. Чуть с серебристым блеском, я не знаю, там на камере видно. Девочки, Оля, в магазине теперь беломерка вот такая ручного окрашивания. Это наша оренбургская девочка красит. Татьяна красит, да. Вот такой, смотрите. Обалденно. Чем еще интересны, они с обеих сторон. То есть, рисунок отличается. В принципе, тут вот уже, наверное, не столь важно, где лицо, где изнанка. Если эти вот заводского окрашивания, они только с одной стороны. Да. И у меня уже сколько было случаев, что клиенты ошибаются, вышивают, а потом обнаруживают, что винтаж на другой стороне. А здесь вот, видите как, и вот голубой вот, такой мраморный прям, видите, как он отличается. Здесь меньше как бы заломов, да, вот получается, здесь больше взялся в себя. Ну, в общем, я вот этот, да, вот этот я забираю и коричневый, а вот этот, девочки, еще пока остается в магазине, вот такой и темный. Вот этот темный, вот он с блеском, очень красивый, но я не могу на черном вышивать. Это не просто как бы, ну, блестки нанесены, это краска серебряная, она не смывается. Вот она тоже, видите, про глубину с обеих сторон. То есть, не просто сверху намазана. Девочки, очень красиво, вот я вживую смотрю. Вот единственное, я не могу на темном вышивать, ну, с моим зрением сложно. Поэтому я вот посветлее вот эти вот два кусочка возьму, а дома уже определюсь. В принципе, можете писать, какой вам цвет больше интересен, да, в какой гамме. Ну, вот как бы голубые цвета всегда идут. И будем уже красить. Ну, сами понимаете, то есть рисунок, либо вы говорите, да, что как-то где-то там надо это подкрасить, либо уже вот как получится, какой оттенок. То есть, повторяться он уже сто процентов не будет. Вот здесь я летучие мыши вышиваю, потому что здесь уже вот на метле есть. Классно, кстати. Вот здесь вот эту вот луну, она хоть здесь голубым, но может быть, ее даже желтым вышить. Но это надо менять, я не смогу, наверное. Да тут всего три цвета, ты что, желтый подобрать с переходом. Да, давай тогда сейчас и подберем. Да, сама я вряд ли соображу. А может это здесь голубым, а на самом деле может быть луна желтая? Ну, да, это надо посмотреть. Ну, мы сейчас с тобой посмотрим, разберемся. Девчонки, контакты Олина я оставлю под видео. Если вам нужна равномерка, то вы можете перейти на сайт или Оле ВКонтакте написать. Девочки, хочу напомнить, что ВКонтакте мошенники постоянно работают. Вот уже непонятно, чего там хотят. За что берут деньги даже непонятно. Поэтому вы спрашивайте. Всегда внизу в группе есть указан, кто администратор. Там стоит Ольга Польщикова. Есть сообщения группы. Опять же, если сообщения группы, вы видите, как от группы я отвечаю. Пишите мне в личку, если вы переживаете. Опять же, указан номер телефона. На нем есть WhatsApp. Сразу можно WhatsApp писать. Тоже только у меня этот телефон. И электронная почта есть. Тоже только доступ у меня к этой почте. Поэтому никаких денег никто, кроме меня, в группе ВКонтакте, не может вам присылать ни на какие оплаты. Будьте бдительны, пожалуйста. Везде мошенники. В общем, Оля работает без помощников. Она отвечает сама личности. Да, то есть здесь и вообще только все через меня. Все оплаты. Так, вот под ведьмочку надо подобрать, что есть. Это что? Это Луганы, 25-й каунт. 25-я. Мне, наверное, будет крупно. Нет. Вообще очень красивая прокрашена. Надо высчитать. Главное, чтобы хватило размера. Да. Ну, давай посмотрим. А еще есть девочки. Вот такая разводами. Это... У них цвет один. 18-й. Да, это 18-й. Только вот я, как всегда говорю, видите, отличается оттенок. Ну, я бы не сказала, что очень отличается. Ну, да. Практически. Это более какой-то желтоватый, наверное. Потом сейчас уже освещение мы включили у нас сегодня, пасмурное. Я ведь сама так и не покрасила. Вот, смотри, видишь, это более коричневый, чем этот. Ну, вот на камере... И то видно, что на камере немножко. Чуть-чуть, да. Зависит от состава. Аида хлопок, а здесь у нас хлопок с вискозой. Ну, давай сейчас посчитаем. Если вот это вот Лугана хватит, то я возьму. Если нет, тогда у тебя еще лен там вот под заказ был. Сейчас посмотрим, может, сколько. В принципе, расчеты обычно делаю в программе. Я люблю вот сайт на крестике.ру. Как-то я уже привыкла к нему. Вот. Ну, здесь 98. Я только что 80 считала крестиков. То есть тут на 27-м каунте получается 25 сантиметров. Это с припусками уже. Это по меньшей стороне. То есть здесь вот 35 ширина. Тебе хватает. Сейчас вот 158 высчитаем. Ну, я думаю, хватит. Хватит, потому что там было 110. Оно на 31. Оля, а я знаешь, что хотела? Я хотела взять, например, беломерку коричневую. Развести жиденько хлорочку. Вот так все связать это. И чуть-чуть туда поместить, чтобы она была разводами. Я хотела эксперимент провести. Сколько стоит беломерка у тебя коричневая? 100 рублей. 100 рублей. Однотонные ткани 100 рублей 50 на 72. Отлично. Я сейчас возьму, я буду эксперимент проводить. Вот. Ну, мы, в общем-то, и тоже взяли белорусскую сначала попробовать. Поэкспериментировать. Кстати, обрати внимание по плотности. Вот ты сейчас окрашенную видела. И здесь вот она не окрашенная. Вот она белая. Она так-то плотная. Вот она претированная называется. Вот, но после окрашивания она еще более такая плотная. В общем, я возьму белую и возьму такую. Эту попробую в хлорочку положу. А вот эту попробую чаем какао окрашивать. Ну да, на камере, конечно, цвет. Ну сейчас уже освещение. На камере светлее. Прямо какой-то непонятный грязный цвет. А так он красивый, кофейный. Я еще сейчас покажу тебе, для чего еще мне нужны такие кофейные. Я ведь хочу вышивать еще сэмплеры. Ну да. Оль, вот то, что есть в наличии вот из этих вот сюжетов, я сейчас возьму. А чего нет, я закажу. Оль, а если вот у тебя заказать примерно, сколько ждать вот заказ, если под заказ? Ну, зависит от того, что есть у поставщика на складе или нет. В основном, ну, максимум это две недели, если вот с момента заказа оплата и отгрузка. А, ну нормально. Просто я на многих сайтах смотрела и тоже там ждать еще дольше. Ну, главное, чтобы у поставщика, потому что что-то заканчивается, тоже все через таможню уже идет. Вот смотри, мы с тобой как-то обсуждали количество цветов, да, или иногда мне там говорят, вот дайте зеленый цвет там в 16-м каунте. Ну, вот сейчас я тебе покажу Аиду 16-го каунта. Вот она, Аиду 16-го каунта. Где ты тут видишь зеленый цвет? Ну, хаки. Ну, в принципе, нет. Ну, зеленого нет, но хаки такой. Хаки это... Ну, а бросит именно вот типа такого вот ярко-зеленого. У меня есть в Аиде 14-й, например. Вот он, вот такой вот, 647-й у меня сейчас вон есть в наличии. То есть вот в 14-м вот такая вот палитра цветов. В 16-м она совсем другая. И то же самое, вот как я сейчас тебе показываю. Вот она, Мурана. И их сейчас еще больше становится. Опять же, винтажные цвета или вот каре, которые, да, в клеточку. И вот, вот Линда. Вот цвета Линды 27-й каунт, а вот цвета Бриттани. То есть они отличаются. И вот даже ты сейчас под Миробилию там спрашиваешь у меня. Такого розы, вот этот будет очень яркий розовый для Миробилии. А этот слишком персиковый для этой королевы. Ну, как по мне. Ну, да. Поэтому тут уже и вот начинаешь выискивать какие-то другие варианты. А я заказала живую карту. И я смогу теперь по каталогу приложить живую карту. И показать, допустим, вот зрителям, насколько отличаются или не отличаются оттенки. Ну, конечно, типографские, во-первых, погрешности и само фото. Например, я на телефон не могу некоторые цвета. Вот синий очень тяжело. То есть яркие цвета, сиреневые. Их лучше даже снять на видео, чем фотографию сделать. Либо что-то надо прикладывать дополнительное, чтобы они между каких-то двух цветов оказывались. Тогда берется оттенок. Не искажается. И знаешь, что еще я хотела посмотреть? Я хотела вживую посмотреть цвет антиквайп. Мне нужно на сэмплер. Покажешь? Да, сейчас. Я, кстати, еще девочкам не говорила, какую я миробилию буду вышивать. Вот на ту миробилию, либо вот этот цвет. Опять же, вот он на фото не получается. Вот на камеру. Он более розовый, а здесь он такой грязноватый. Но это у меня маленький очень кусочек остался. Мне почему-то нравится такой желтоватый молочный. Вот именно. А вот смотри, чем отличается белый от антиквайп. Он вроде не молочный, а такой, как бы я сказала. Ну, у некоторых я вижу, написано на сайте, что это молочный. А 264-й цвет... Я сейчас в муране его покажу, потому что у меня его нет. Но мне нравится вот этот антиквайп. Я хочу на нем вышивать сэмплер новый. У меня молочным считается вот этот вот. Это 264-й. То есть вот они три оттенка. Это как бы базовые цвета идут. Этот идет как DMS 5200, B5200. Для упрощения иногда и просто 5200. И дизайнеры, я смотрю, иногда просто пишут. Этот цвет идет 101-й. Он соответствует DMS Blank. А этот DMS 5200. А этот вот уже у нас идет молочный, 264-й. Но он уже идет... Я сейчас тебе точно не скажу, это к серым оттенкам, там 642-й или какой-то вот из этих. Ну, вот на мой взгляд, вот этот такой смотрится тяжелый цвет. Если вот мне нужен поднежный ажурный, то только вот эти два цвета. Вот этот я не взяла уже под такой розы винтажный. Вот у меня шелковыми нитями. Вот эти вот два идеально подходят. Кстати, белый тоже очень красивый. Ну, там в комплекте у меня идет сэмплер, рефлекс Десуа, розы. Винтажный такой сюжет. И там в комплекте шелковые нити. Рассчитано вышивать на 36-м каунте в одну ниточку. Но я не могу на 36-м, хотя бы на 32-м в одну ниточку. В две у меня не хватит ниток. Мне тогда нужно было два комплекта брать. 36-й твой, я еще пока не могу. Вот, но я и на этом-то не могу. Но один сэмплер буду колупать все-таки потихонечку. Вот, но я думаю, что вот этот антиквайд идеальный. Я его сейчас возьму у тебя. Мы сейчас с тобой размер рассчитаем, и я возьму. Вообще белый тоже очень красивый. Девочки, я вышиваю на Линде. Вот, но Линда упрощает, как-то удешевляет вот сам сюжет. А Лен смотрится шикарно. Лен, конечно, это... Линда вообще отличный вариант для тех, кто начинает учиться на равномерке, потому что крестики просто идеальные на ней получаются. Я сама иногда, если хочу отдохнуть, и сюжет такой какой-то не очень сложный, я беру Линду. Ну, вот, девочки, для зрения мне 32-й каунт сложно. То есть мне 28-й, 27-й, 30-й. Это, 30-й, это максимум, что я могу. Ну, всегда идет, что еще на Лине, не дай бог не пропустить эту тонюсенькую ниточку, которая вдруг появилась, да, вот. Вроде как ее и видно, плетение и все. Даже вот мне, я считаю, более-менее нормальное зрение, да, у меня. Но, опять же, вот оно уплотнение перешло в тонкую нить какую-то. И вот, чтобы не пропустить, когда ты делаешь крестик. Бывает, что пропускаю, потом пересчитываю. Особенно, вот ты у меня сейчас сюжет видела, какой я вышиваю. А мне знаешь, что сложно, что там разбросаны цветочки. И вот посчитать расстояние от одного цветка до другого для меня вот просто нереально вот на такой основе. Поэтому ты вышивай, старайся вот прям один за другим элементом. Ну, я так и делаю, но там все равно есть элементы вот в середине там как-то. Ну, подожди ты, не начинай прямо с середины, а именно вот старайся ближе-ближе и потом ищи элемент, который будет ближе друг к другу расположен. Ну, я так и делаю, но там, по-моему, слишком это большие расстояния. Но все равно один кусочек я возьму и буду его мучить, не знаю сколько, но буду пытаться. Тем более, с шелковыми нитками это прям подвиг. Да. А ну, один нужно же, такой хотя бы попробовать нужно. Вот какой красивый. Сейчас мы с тобой смотрели Белфаст, это вот кэшел, тоже античный белый. Очень красивый. А какой здесь отрез? 50 на 70. 50 на 70? Да, да, вот видишь, если бы шелковых ниток хватило, я бы вот на этом бы в две нити вышивала. Но там рассчитано в одну нить вышивать. Так что это вот сюда. Да, я думаю, вот мадам Леофе вот эту вот страсть пэшел. Да, очень красиво. Кстати, там вот эти розы, там не такие уж прям переходы нежные, а там резкие переходы. Какая-то, вот эта сама по себе вышивка, на мой взгляд, смотрится, знаешь, как вот раньше вышивали. Там же не такие были нежные переходы. Винтажные. Я все-таки сейчас посмотрю молочные что-то подешевле, Линду там, Беломерку. Если нет, то возьму вот этот, потому что я уже разорюсь, это столько много сегодня хочу накупить. Здесь теперь еще останется кусочек. Отлично. Если 50 на 50 мы посчитали, то 20 см. А вот этот мне нравится даже, вот на Миробилию. Ну, в принципе, да. Нежные. Да, ты тоже говорила, с отлить, с отливом. Вот она будет нежные. Вот это вот будет нежные. И там, по-моему, 50 на 70 должно хватить. Да, хватает, мы с тобой считали. Вот я на Миробилию вот это вот возьму, скорее всего, потому что... Бликует упаковку. Бликует. Мне на молочные нравится больше эта Миробилия, чем на цветных. Ну, понимаешь, даже Ангела Любви, сколько вариантов вообще в сети ходит, да, и на голубом, и на том же вот темном винтажном, вот как мы сейчас с тобой подбирали. Я еще хотела дома сравнить. Вот я у тебя в прошлый раз брала вот этот разводами. Винтажный. Я их рядом положу. Когда нитки придут, я положу рядом и посмотрю уже на какой основе, на пестрый или вот на этой. Но это мне очень нравится. А у тебя там остался, да, кусочек еще? Такая внешняя. Вот это Белфаст у меня остался. Это Белфаст только. А, разводы такие же. Разводы такие же. Так я у тебя большой брала, 50 на полтора. У меня огромный кусок вот такой. То есть у тебя там хватит, конечно. В принципе, и на ней тоже будет хорошо. На ней тоже хорошо. Потому что там такие цвета, они не ярко-зеленые. Да. Вот я вот думаю, на этом или на этом. Очень. Ну ладно, сейчас мы решим. Сейчас я посмотрю еще, что я вот наберу по деньгам. Вот. Ну это очень нежно и очень красиво. Вот, девочки, видите, вот линда, да, и вот лен. Вот вроде как и цвет похожий, и каун похожий. Но насколько просто смотрится линда по сравнению с сольном. Давай вот Белфаст без упаковки тоже, чтобы сравнивать. Вот они цвет 101, и та, и другая. Но немножко оттенок отличается. Ну вот это вот оно близко как к сицу. Ситится, ситится, да. Вот, а тут уже фактура, тут, конечно, блеск. Ну что говорить, лен есть лен. 101, да, вот эта линда? А вот тогда, если не чисто белую линду, а вот такую, она похожа на этот лен немножко. Ну да, ну это оттенок-то тот же самый, 101. Да. Значит, вот эту линду я возьму. Да. Вот на этот сюжет. Вы знаете, что с Олей еще думает? Давай мы вытащим. Давай вытащим, да. Если, например, вот на этом сюжете не вышивать снежинки, можно вот такую ткань взять и вышить только рисунок. Вообще, в принципе, будет обалденно. Единственное, тут снеговик белый, на белом. Мне кажется, как-то на голубом было бы интереснее. Ну, во-первых, надо посмотреть, как у снеговика, если какой-то контур тут есть, то, в принципе, он не потеряется. Ну, эта беломерка, она недорогая, поэтому я тоже кусочек себе сейчас за нее захомячу. Пусть лежит, а там потом я... Это не единственный зимний сюжет, который я хочу. Мне просто главное начать. Я и так много чего хочу. Главное с чего-то начать. Ну вот, а там я уже в процессе решу. Ну, вот это очень красивый сюжет на зимние, да? Вот так вот какой-нибудь вышить. Ну, неважно, любой сюжетик, а фон не вышивать. Красивый это. Тоже кусочек возьму. Цветный беломерка цветная. И вот с рисунками, которые она и по 150 рублей кусочек. Это какой кусочек? 50 на 72 там. Ой, 50 на 70 это большой кусок за 150. Это получается недорого. Уж по сравнению с альном, очень даже недорого. Ну, а, кстати, у нее фактура мне даже больше нравится, чем у Линды. Как-то вот она поизящнее. Мне кажется, даже поизящнее так смотрится. Поблескивает тоже так. Ну, вот ты окрашенные взяла. И вот эту вот возьмешь тоже. Однотонные стоят 150. Нормально, большой кусок, так дешево. Оль, ты нам покажешь, что ты вышиваешь процесс свой? Да, у меня процесс-то он начат уже давно, но у меня тут какой-то бзик пошел. Мне захотелось его вышивать с идеальной изнанкой. Вот эту часть я вышивала еще весной. Вот, у меня был совместник в группе. Это тоже, кстати, по парижским вышивальщицам. Ты сейчас на французскую вышивку подсела. Ну, как бы я уже давно на ней. Вот гиацин только недавно закончила. Ну, и вот я не буду пальцы снимать, потому что так пошел натянутый сейчас. Вот можешь посмотреть. Вот это вот предыдущее изнанка вот с этой стороны. Ну, вообще, как бы, вот для меня 36-й, вот 35-й каунт, он прям, ну, вот располагает к хорошим изнанке. Но опять же, я могу сказать, что здесь не идеал. Плюс здесь уже бэку сделан. Где-то я даже прям вообще хорошо протягивала. А здесь вот это вот сейчас я прям сижу и заморачиваюсь, если честно. Вот, но, понимаешь, вот вся сложность в том, что здесь надо не только крестики считать, да, как мы считаем, там, раз, два, три вверх, там, два в сторону. А здесь надо еще и путь продумать, чтобы вот эти вот столбички, вот, не очень культурные, я тут пальцем показываю. А можно, по ткани и по бумаге водить пальцем можно. Вот, видишь. Это не считается другим тономом. Единственное, что есть вот переходы, да, и где-то приходится нитку обрезать. Кстати, и вот начинать сложно. Не на черте, смотри. Да, не, я выключила ее. Поэтому я обычно стараюсь либо, чтобы вот закреплять нить петлей сразу, да. Вот, а вообще закрепление все идет, это вот как я разговаривала в Питере, там, с женщиной, на лице идет. То есть вот здесь никто не видит, да, что на лице закрепки, при том, что очень конва-то мелкая и крестики мелкие. Ну, вот, я думаю, ты даже макро можешь здесь снять. Вот. Тень немножко от себя падает, тут в плохом у нас не очень удобно. Вот. То есть вот у меня сейчас попытка вот таких идеальных крестиков, идеальной изнанки. Я пока не готова к таким подвигам. Сейчас более-менее у меня изнанка нормальная. Ты знаешь, у меня прям вот как-то с удовольствием здесь идет. Вот то ли, говорю, ли он располагает к этому. Я даже вот как-то не могу сказать, что я прям сильно заморачиваюсь. Единственное, да, вот эти вот белые нитки с люрексом, вот, тут вот немножко снег лежит на веточках, он не дает возможности. Эту нитку, во-первых, петлей неудобно закреплять, она махрится. Вот, то есть ее только, ну, как-то наизнанке надо под другими крестиками закреплять или как-то. Вот. И ложится она не очень ровно. Все равно вот крестик, при том, что он здесь очень мелкий. Ну, вообще, мне нравится вот пока заморачиваться. Не знаю, насколько меня хватит, тут вот кусочек-то не маленький еще остался. Это все еще сюжет будет. Я думала, это уже заканчиваешь-то. Нет, это все еще вот будет елка. Да, это елка, она идет, при том, что это вот на 35-м каунте, на 36-м она, по-моему, 50 на 70, если не больше даже была. У меня был совместник в группе в Однокласснике два года назад. Вот. И вот нам схему, мы переделывали надпись тогда, Танечка нам переделывала. И тут вот еще, ну, в принципе, тут 5 сантиметров обычно я оставляю на припуск. Поэтому тут еще работают все, работают все. Да. Поэтому. И, в общем-то, тут вот низ, он получается, ветки только, а дальше уже пойдут вот всякие вот такие маленькие сюжетики. Птички, игрушки, вот тут вот корзинка с яблоками, домики. Ну, я стараюсь сразу. Ну, вот я тоже потела на французских вышивальщицах. Да, пяльцы маленькие, мне как-то так удобно, но такой процесс у меня. Где присел, там и вышел. Единственное, что с компьютера вышиваю, с пэттен мейкера, с программой. Оля, какие-нибудь совместники у тебя проходят в группе сейчас? Да, у нас начался совместник. Вообще, я запустила его сначала в Одноклассниках по схеме Dimensions. Все знакомые флажки, думали, как бы особо желающих не будет. Но меня когда-то в Одноклассниках девочки выкладывали, просили, и вот записалось там несколько человек. И девчонки в группе, кто вышивает у меня год уже, ну, вот сейчас октябрь месяц, вышивают октябрь домики по месяцам. И девчонкам кинули сюда в чат, мы тоже хотим. Они еще не присытились домиками. А там, получается, флажки с изображением новогодних, ну, или там, рождественских домиков с Дедом Морозом. И вот девчонки там сейчас тоже записываются. С 12-го числа начинаем. Ну, в принципе, кто там нитки, например, ждет, вот у меня девочки заказывают тоже нарезка на все, там, 6 флажков. Ну, мы их флажками назвали. Будет 985 рублей. Ну, и плюс ткань там уже либо сами выбирают. Ну, вот 18-ю девочка у меня выбрала просто обычную белую Аиду. Потому что там полная зашивка, полукрестом идет. То есть это вот совместный проект такой. Ну, девчонки, на Веронику Аженер я тоже нарезку Оли покупала. Расход ниток у Оли есть. Если кому нужно, обращайтесь. В воскресенье у нас начнется еще один совместный проект. Ну, я думаю, что анонс мы сегодня или завтра уже выложим. Вот. А начало будет именно вот с выходных. Это большой марафон к Новому году будет. Так что подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Радуга вышивки» и присоединяйтесь. Я думаю, будет интересно. Марафон будет с призами для всех, кто выполнит все условия этого марафона. Ну, и сейчас я приду домой, покажу, что я вышиваю. Сэмплер, потому что отчет я еще не делала. Ну, Оль, тебе до свидания. Все, давай. Я продолжу видео снимать дома. Покажу то, что я навышивала. Удачи, у тебя процессов столько. Сейчас мы будем. Да. И заодно покажу свою неидеальную изнанку на сэмплере. Ну, вот я пока решила позаморачиваться. Пока-пока. Пока. Итак, я приехала домой. Обещала вам показать продвижение по сэмплеру. Видите, как все у меня накрыто, поскольку кошечки-собачки. Так, кто здесь внизу? Кошечка. Ну-ка, уходи, кошечка. Так, девочки, стирать я все равно буду сэмплер, поскольку я делаю разметку. Многие переживали, вдруг разметка не отстирается. Я вам хочу сказать, что этот маркер меня никогда не подводил. Всегда все отстирывалось. Сейчас я перекручу пяльца, поскольку я уже до половины довышивала. Сейчас я передвину пяльца, и вы посмотрите полностью, как это выглядит. Тебе нравится мой сэмплер? Морзилка. Тебе нравится? Вот, что у меня получается. На самом деле, это очень-очень красиво. Девочки мне пишут, как я так резко начала вышивать сэмплер. Девчонки, я уже показывала. Узоры я вышивала. От фирмы Мария Искусница. Мне очень понравились узоры, подушечка. Я даже купила вторую такую подушечку. Вот сейчас вы на экране видите. Подушка еще не оформлена. Это первая моя работа на равномерке на Линде 27. И мне очень понравилось тогда вышивать. Но сэмплеры я не рассматривала как работы. Но, в принципе, сейчас я вошла во вкус. И мне даже это нравится. Я заказала еще один сэмплер. Единственное, что они очень долго идут. Но мне не горит, потому что мне есть что вышивать. Очень много я заказала от французских дизайнеров. В общем, девочки, планы, планов громадье. Наверное, меня так сильно напугала цифра 50 лет. У меня же юбилей 22 октября. Меня очень сильно напугала эта круглая цифра. И чтобы не думать, что мне уже 50, я ощущаю себя на 20. У меня вся жизнь впереди. Надеюсь, и жди. Поэтому я просто покупаю сейчас все подряд. Душа просит праздника. И, собственно, праздник я себе устроила. Посмотрите поближе, как получается. Но сейчас уже нет дневного освещения. Вот видите, как получается. И обещала я вам показать изнанку. Я ее не делаю идеальную. Кстати, сейчас для меня тоже будет сюрприз. Потому что я закрепляю ниточки микростежком. И я не переворачиваю раму на изнанку. Может, у меня там сейчас вообще ужас какой-то. Я смотрела свою изнанку еще на начальном этапе. Когда я перешла уже на вторую половину, я не смотрела. Ну, сейчас посмотрим. Опа! Сейчас мы с Олей заговорили про изнанку. И я про нее вспомнила и решила тоже вам показать. Ну, в общем, вот что получается. Поскольку закрывается каждый крестик отдельно. Почти везде здесь рисунок повторяет крестики. Но, смотрите, вот есть ниточки. Они более-менее однотонные. Там не так ярко выражены переходы. И поэтому я тоже бывает иногда... Вот видите, делаю штрихи. Хотя девчонки мне говорят, не филонь. Закрывая отдельно каждый крестик. Но нет, видите, некоторые-некоторые крестики у меня все-таки вышиты вот так столбиками изнанка. Сложно в одну ниточку закреплять вот эти надписи. Вот приходится здесь несколько раз прошивать. Вот видите, здесь петля осталась. Поскольку я не переворачивала раму. Вот один косячок остался. Может быть, можно отрезать. Завязался узелок. Вот видите, я не заглядываю наизнанку. Я просто шпарю. Не обращаю на нее внимания. Но для того, чтобы были большие продвижения, как-то я вообще не смотрю на изнанку. Не знаю, буду ли я оформлять этот сэмплер. Мне очень хочется его носить навстречу вышивальщиц. Многие пишут, что такую красоту нужно оформлять. И спрашивают, куда его применять. Девочки, у меня многие работы лежат в рулоне. Я вообще никуда не хочу их применять. Я считаю, держать их дома в рамке – это гиблое дело. Никто этой красоты не увидит. А когда я ношу на встрече, там люди видят. И может быть, я когда-нибудь в Москву поеду. Возьму с собой рулончик своих неоформленных работ. Мы с девочками сядем и будем показывать друг другу работы. В общем-то, я сейчас считаю так, что хранить в рулоне для меня – это самый идеальный вариант. Я оформляю только работы, где бисер или которые нельзя стирать. Девочки, вот в наборе ниточки я вам показывала в предыдущем видео, какие здесь ниточки. И эти нитки не линяют. То есть они ручного окрашивания, но эти нитки дорогие. И девочки говорят, они не линяют. Конечно же, когда я завершу, буду стирать, проверю, линяют или нет. Но девчонки уже стирали, сказали, не бойся, стирай. Ну, вот такая у меня красота. Вот такая красота. Какой сэмплер я еще заказала, вы увидите в следующих видео. На этом я заканчиваю этот ролик. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки, если вам интересно смотреть, что я буду вышивать дальше. Подписывайтесь на канал. С вами была Инесса. Всего вам доброго. Пока-пока.